Окей, как меня слышно. Окей, как меня слышно. У нас тем временем уже три зрителя. Я начну с вопроса, который мне сегодня задавал Грид. О том, как сделать так, чтобы не быть слишком предсказуемым в своих миксапах. И я полагаю, что его вопрос, конечно, относится прежде всего к Митсуроге. И к тому, как вести себя на вейке. Но давайте попробуем, что есть хорошего в Митсуроге помиксовать. Понятно, это броски, это подсечка, это 3Б, ну и прочий ассортимент Митов. Соответственно, что нужно делать? Прежде всего, нужно разобраться с тем, какие удары попадают по земле. Для этого можно, например, положить противника на землю. Поискать, что попадает по лежачим противникам. Увидим, что вот эти все удары попадают, вот эти попадают. И так далее. Какое-то количество ударов... После того, как вы нашли какое-то количество ударов, которые попадают по лежачим, нужно разобраться, какие у этих ударов свойства. То есть, в каких ситуациях эти удары нельзя обойти. Или в которых из этих ударов можно обойти только в одну сторону, например, на земле. В данном случае, например, есть такая совершенно классическая ситуация. Это не сапплюсб против, а после 2КБ. Ролл влево. Ролл вправо. Ролл назад. Не обходится. Что же, в общем-то, самое верное для того же 3Б. Ну, посмотрите, сколько дэмэджа снимает. То есть, это... Скажем так, ситуация, да? Тут надо быть немножко осторожным. Я рассказываю сейчас про Митсуроги. Потому что на максимальной дистанции 3Б не попадает. Соответственно... Что это значит, все? То есть, вот мы нашли удар, который попадает по лежачему. Есть еще, ну, для полноты картина. Я расскажу. Это уже было в подкасте. Это вот эти тычки. Можно бесконечными тыкать. И противник не сможет никуда уйти. Вот я пытаюсь покатиться снова. И каждый раз это пока ситуацию обнуляет. То есть, это все в любую сторону. Куда бы я ни пытался скатиться, она меня будет ловить. Здесь на вейкапе, допустим, после 2КБ. Ну, начнем, наверное, с того, что... Как сделать вот этот миксап с 2КБ достаточно эффективным. После того, как вы уронили противника. Ну, есть несколько способов. Во-первых, можно тренировать своего противника. То есть, допустим, у вас есть какая-то опция, которая... Ну, на блоке достаточно безопасная, да? Или в случае с Митсуруги, например, почему 2КБ хорошая ситуация. Потому что 2КБ, она... Ну, делает, может быть, не так много дэмэджа, да? Но... Она в очень хорошем положении оставляет на хите. То есть, вот, посмотрите, я, допустим, сидя встал, и... Там очень большой плюс, плюс 8, что-то такое. То есть, если она попала в хит, то ваш следующий удар противник не сможет перебить. Ваш следующий миксап. И при этом этот 2КБ, она очень дает хорошее положение, если она попала по-лежачему. Там даже есть какие-то тех трэпы, если... Ну, тех кетчев в какие-то стороны, если противник начинает ухемиться. То есть, вот, например, можно взять... Вот такую ситуацию. Допустим, противник начал ролиться. Оно тут не достало. Ну, тогда... Вот так. Видите, он ловит левый ролл. То есть, ну, есть с чем работать, короче говоря. Но главный смысл здесь в чем? Я немножко в своей мысли задержался на этом месте. Но это, наверное, самое главное. Здесь 2А плюс Б имеет очень высокое, очень хорошее положение на хите, очень хорошее положение на, если она попала по-лежачему, и очень хорошее положение на блоке. Это означает, что, в принципе, вы можете этот удар спамить бесконечно. То есть, вы можете делать почти все время это 2А плюс Б. И для противника становится довольно невыгодным оставаться на земле, в принципе. Для него становится единственной вменяемой опцией. Это встать и блокировать. И даже после этого он вынужден бороться с какими-то дальнейшими опциями Митсуруги. То есть, минус 2 на блоке, там достаточно дистанции. То есть, вот, например, посмотрите на это. 2А не достает. Как вы видите, здесь весьма специфический рейндж. И учитывая положение на блоке, тут хорошая возможность за сетап 4Б, например. Поэтому, конечно же, все это большая проблема. 2А плюс Б это большая проблема после 2КБ. И, скорее всего, с помощью этого удара вы все время будете заставлять противника вставать. Вот в этот момент, конечно же, тут я всегда довольствуюсь таким... Ну, не довольствуюсь, хотите сказать. Используюсь такое правило, что... Что... Если удар заблокировали, вы его применили не совсем к месту. Он, может быть, не... Как бы он понятный с точки зрения логики. Да, может быть, это не оптимальный способ с точки зрения математики. Но... Если вы замечаете, что вас очень много блокируют. Давайте перефразируем. То это значит, что, скорее всего, даже если этот удар имеет хорошее положение на блоке. Даже если противник каждый раз, когда он блочит 2А плюс Б, жрет 4Б. И вам это нравится, и вы продолжаете его делать. Но вам следует в этот момент задуматься, что... Я не к месту делаю 2А плюс Б на самом деле, если его блочат каждый раз. Несмотря на то, что после него каждый раз отжирается 4Б. Скорее всего, вам следует подумать о том, что нужно делать начать 2КБ, например. Это значит, что противник все время встает. И вам лучше не развивать эту ситуацию, не начинать с противника пытаться переигрывать на более поздней стадии. В данном случае, что вот заблокировано 2А плюс Б. А лучше не давать ему самую возможность этой подготовки. Чем дольше вы... Чем длиннее ваш какой-то скрипт, тем противник, в общем-то, легче к нему подготовиться. Ну, вот в данной конкретной ситуации, это вот так. И это вот первый способ обращать внимание на то, что какой-то ваш удар слишком часто блокируется. Это может быть очевидно, но та ловушка, в которую все очень часто попадают, которую я только что рассказал, это то, что есть какой-то удар очень хороший на блоке. И после него очень вам нравится играть, потому что это безопасно. Противник не знает, как побороться с оттягом. А таких противников очень много, несмотря на то, что я выпустил там этот туториал против Митсуруги. Все равно люди по-прежнему оттяг любят и с удовольствием жрут. Так вот, здесь вот эта вот ловушка, которую я говорю, собственно, у менталитета, это то, что удар хороший, после него все хорошо, и зачем я буду рисковать? Ведь два кабента могут заблокировать, и я за него получу. Зачем же я буду рисковать, если есть такой хороший безопасный удар? И вы начинаете привыкать, привыкать, привыкать к нему, но весь смысл прелести всех этих ударов, всех этих безопасных мидов, только в том, что они дают вам очень хорошую награду на использование ваших лоу. Если заблокированный удар, это все равно заблокированный удар. Заблокированный 2А плюс Б, это все равно минус 2. Сейчас я напишу в чате небольшое объявление. Если нас смотрит кто-то из англоговорящих, я для них это буду повторять время от времени. Так вот. Собственно, да, любой мид, он хорош только... Он сам по себе может быть сколько угодно хорош, но если он не дает на блоке плюс, и даже если он дает на блоке плюс, то есть он может считаться тем, что он степится, например. И, естественно, все это... Нужно любой миксап рассматривать не как отдельно взятую опцию, а как совокупность. Вот это, ну, как бы, такой первый подход, да, к миксапу такой логичный, что вот у меня есть удар, как мне заставить, чтобы он попадал в хит. Сет спрашивает в чате, будет ли став только за митсу или по другим чарам. Я вообще... Вот вы задаете вопрос, я вам отвечаю, да, вы можете спрашивать в любых чарах, в любые манчапы. Если я, конечно, в курсе. Если нет, мы можем вместе посидеть и... и пообсуждать возможность поискать их. Я заодно, может быть, покажу вам, как я обычно подхожу к поиску каких-то стратегий, антиперсонажей. У нас прибавилось народу. Для тех, кто говорит английский, если вы задаете вопросы в английском, я отвечу в английском. Если люди задают мне вопросы в русском, я отвечу в русском. Это интернациональный стрим. Поэтому, пожалуйста, задайте мне что-то, что вы хотите. Окей. Сейчас на минутку закончу. Ну, риск-реворд еще есть такое примитивное, но я не могу здесь рассказывать про всякую... ну, по глубину, да, миксапов там и так далее. Я просто ограничиваю сейчас общую теорию. Я и так очень долго рассказывал про 2 плюс B. Есть возможность так и легко взвесить, что как использовать. Это соотношение А наказания и... того, сколько удар делает дамага, и насколько за него наказывают. Это первый момент. И второй момент. Это то, насколько одна опция... сколько одна опция делает дамага по сравнению со второй. Ну, например, бросок делает 50 дэмэдж, а мид делает... ну, бросок делает пусть. Ну, для бросков, я сразу скажу, я складываю их дамаг и делю на 4, чтобы получить какую-то картину относительно... если их разорвали, да, то есть среднее по броскам, и потом половину этого, то есть 50 на 50 разрыв. То есть, допустим, мы считаем, что бросок делает 30, а мид делает 60. В этом случае, как бы, ну, примерно такая грубая прикидка будет, что если мид безопасен на блоке, то вы делаете два броска на один мид, например. И таким образом вы всегда... ваш средний там дамаг с угадного миксапа будет около 60. Ну, такой, я говорю, немножко примитивный подход. Математики не одобрят, но он имеет право на жизнь. Вот, и... Наконец, что еще я хотел сказать о миксапе. Я уже немножко забыл, отвлекся на это все, поэтому я продолжу пока отвечать на вопрос в чате. Пока у меня спрашивает только Грит. Грит спрашивает, что делать, если противник у кемится после броска. Ну, вот, смотрите. Вот эта опция очень неплохая, чтобы останавливать рова. Если я с места буду бить, я не могу перебить, да? То есть, даже если я у кемлюсь назад, я не могу перебить. Если я качусь влево, он не попадает. Если я качусь... Ну, в смысле, в любые другие стороны, он попадает, да? То есть, что делать? Вот есть перебивка, которая... Можно перебить... Некоторые чары могут перебить и... Причем, по-больнее. В общем, Митсуруги, по идее, может перебить и 3-А, если попробуем, чтобы не пару. Скорее всего, да, вот. Поэтому... Что делать? Ну, во-первых, есть... И 6-Б. Да, вообще, он, наверное, тоже перебилет. Сейчас проверим. Вот он также какие-то останавливает какие-то покатунства. Те же самые, в принципе, что я. Но, в целом, здесь все равно придется выбирать. Тут можно использовать какие-то продвинутые техники, там, перемещения. Всякие фишки. Но, в целом, после бросков у Митсуруги ситуация не веселая. Если противник знает, как оттечится, да, то тут дальше каких-то хороших миксапов нет. Вам остается только с ним вступать в какую-то угадайку. Но здесь еще надо понимать, какие вещи, что... Вы любой удар делаете, вы должны быть готовы к тому, что... Ну, если у противника есть возможность его сконтрить, что, может быть, его сконтрят. То есть, делайте, например, плюс-бэновые хайпы. Удар ничем не плохой. А плюс-бэ, там, много дамаганных хите. Вот он в данном случае роллы ловит, и там тречат. И при этом он еще за 9 применений разбивает броню. Поэтому... Конечно... Тут просто прибывает народу. Я поэтому пишу время-то у меня объявления в чеке. Вот. Ну, и, во-первых, опять же, возвращаясь к теме, что если вы его слишком часто используете, то его слишком часто блочится. И там надо как-то бороться. Во-вторых, ну, вы всегда должны быть готовы, что его перебьют. Три-а. Вот то, что я попил с переднего кеми. И два. Ну, и нужно, как бы, тут тоже не теряться и готовить тому, как то, что. Там, джаст гард, если противник любит быстрыми атаками лезть. То есть, там, банально говоря, вот там есть классическая совершенно ситуация. Вы просто джаст гардите и наказываете это. Как бы все эти удары, например, вот. Вот это так там наказывается, кажется. А, даже вот так можно наказывать. А вот ББ уже не накажется. Вот. А, соответственно, если противник любит там писякан делать, например, вы можете всегда заблочить и наказать. Вот. Вот, если противник любит делать свои, там, броски, то вы можете всегда наказать вот так, там, например, да. Поэтому следите за привычками противника. И, соответственно, не угадали, всегда можно попытаться минимизировать риск от... Не, не риск, а повреждение от плохого, ну, неудачного решения. Но просто нужно, опять же, я вернусь к этому моменту, он просто очень-очень важен. Очень многие игроки попадают в зависимость от того, что у них что-то получается хорошо, и поэтому они начинают делать это все время. То есть, если вы очень хорошо, допустим, вот у вас ситуация, вот давайте возьмем бросок. Мы говорили об этом бросок. Вот это ситуация с броском, да. То есть, что мне там сделать? Ну, допустим, вы... Допустим, вы... И сели, и противник бросил. И вы наказали его за это. Ну, может быть, не лучший пример, в смысле, не очень понятный, да. То есть, вот вы все время живете два, и все время там противник предсказуемый. Короче, противник, он все время делал два КБ, например. Вы его блочите, вы его наказываете. Очень хорошо. Опять у нас зрителей прибавилось. Поэтому я немножко добавлю огня. Так вот. И вы начинаете бездумно спамить эту опцию, которая выводит вас на два противника. Даже, ну, перебили вас, вы его все равно наказали. То есть, у вас складывается ложное впечатление, что эта ситуация хорошая. На самом деле, я переживаю, здесь важно помнить о том, что вам ни в коем случае нельзя привыкать делать какие-то невыгодные действия. Невыгодные действия те, которые попадают в блок. Или там, те действия, которые противник перебил, да. То есть, ну, которые не попали в хит, короче говоря, будем говорить. Не которые попали в блок, а вот все-таки толкать из того, что попадает в хит, что не попадает. Иногда, конечно, имеет смысл сыграть предсказуемость противника, но мы сейчас не будем вдаваться в этой сложной материи, по крайней мере, временной. То есть, возвращаясь к 2, как к броску А плюс Г, я бы попробовал, учитывая, что, ну, никто же не лезет там, не будет в здравом имели, есть кем-то 3Б, да. Начните с того, что после бросков просто подбегаете. Это хорошо, потому что просто нападение, вот такое агрессивное поведение после броска, оно заставляет противника что-то делать. Поэтому он вынужден, он понимает, да, что вы его бросили, он должен что-то предпринимать. Если он ничего не предпринимает, вы снова начнете его миксовать. Поэтому он будет либо оставаться на земле, потому что если он встает, там, неправильно, там, его миксуют. Либо он начнет лезть. Вот в момент, когда он начнет лезть, и тут надо тоже понимать, что, вот, допустим, если он не укемится, да, то он не успеет перебить. Я пытался сейчас влезть, но получилось. Поэтому забудьте немножко в этих вопросах смелее. Опять же, очень многие люди, вот мы все-таки играем в файтинги, да, для некоторых людей эта мысль не будет, ну, там, новой, да, но не нужно бояться рисковать. И если вы боитесь риска, вы автоматически проиграли, уже проиграли. Вы не сможете извлекать демидж. Всегда есть опции, которые более рискованные, чем другие. Всегда есть персонажи, которые очень сильно могут у вас наказать за эти опции. Просто, конечно, рисковать можно по-разному. Кто-то рискует, применяя там миксап 50 на 50 прямо по лицу персонажам, которые вот проблемы я столкнулся играя с сетом, что Тира, например, очень-очень больно оказывает 3б и 2кб миксапы. Вот я могу сейчас это показать, чтобы какую-то динамику создать в нашей игре. Так вот, да. И иногда персонажи настолько выгодны миксапы, что... Ну, не миксап, а реверс миксап, что... Опять же, если противник все время степит какой-нибудь 3бб, то там... Блин, ужас. Вообще делать нечего. Да, то есть... Посмотрите, что это такое, да? Или вот. Пожалуйста. Сделали 3б, но вроде все хорошо, да? Ой, сейчас. Блин. Тут постоянно меняется стойка. Цветочки. Или вот. Ну, неприятно, скажем так. И если посчитать риск награду с этих вещей, то, поверьте мне, она будет сильно не в пользу цуроги, несмотря на то, что вроде там можете отменять, но даже если вы будете делать там... все время этот 3бб в ужасе, опасаясь, ну, он просто степнет и будет миксовать. А тут миксап для тира, в общем, такой. Влево степить немножко ей повыгоднее, но там есть риск нарваться. То есть, вы в любом случае здесь окажетесь в положении, но вот давайте я попробую сейчас делать 3б и аа, например, да? 3б, аа перебивает. а вот 3б, 3а уже не перебивает бросок со степа. То есть, вы в любом случае рискуете либо получить миксап, либо получить дамаг, либо просто там... Ну, короче говоря, это все лирика, да? Я просто к чему? Что иногда попадаются персонажи, у которых миксап очень... но вверх можно поискать опции, которые не наказываются. Так страшно. 2,3,6, она не достанет банну. Вот. Конечно, может наказать ББ, но это... А вот, к сожалению, вблизи может наказать. Но... Что тоже какое-то неприятное. На 70. Вот. Можно бить ББ там просто. Но в конечном итоге всегда есть какие-то позиционные игры. Нет, конечно, тут меня спрашивают в чате, что будет, если отстепить столько Лебраском. Я только что показывал. Тут можно наказать чему угодно, на самом деле. Это емое. Я слабенько наказал. теперь он улетел. в общем, там 95 дамага и там в любую сторону степ. ну вот сейчас с такой был спиной повернулся он на 101. То есть в любом случае даже там из Джоли с какого-нибудь можно наказать если метр есть и поменять там себя в глуми. Ну как бы это все опять же не столь важно к данной теме, а в том, что миксап они бывают разные. То есть если вы не уверены в своем миксапе, вы играете, можно играть через реверс миксап, если он для вас выгодно. Можно играть через какой-то спейсинг, если он для вас менее рискованный, чем например, тупый миксап в лоб. И конечно, когда противник с наказания наносит больше дамага, чем вы с основного миксапа, имеет смысл задуматься о том, насколько все предприятие выгодно, особенно когда вам нужно все время сжечь метр для того, чтобы этот миксап удерживать хотя бы на каком-то подобии баланса, потому что если вы тупо будете миксовать 3б и 2кб, то у вас просто там по дамагу полтора раз перегонит. И можно играть через какие-то удары, с которыми проблемы. Ну, почти всех персонажей проблемы. С 3-3-К, например. Вот, очень неприятно. Ну да, что с ним делать? Очень-очень мало что можно сделать. И он тречит, если вы там совладеете, я просто не буду, не все буду показывать на стриме, потому что нас могут опять же смотреть иностранцы, которые подписались, я не хочу палить сложные техники, которых много кто не дошел, и сетапы, но как бы смысл в том, что есть, как бы можно перемещением, то есть вы с бэкдэш, во-первых, можете отменять в сайдстеп, и шаг вперед можете отменять джазгард, например, и это отменять в сайдстеп потом. И это все дает немножко другие свойства вашему движению, чем то, что, ну, допустим, в бэкдэш пропадает такое свойство отжирать в каунтер хит все с шага назад, и там во многих ситуациях, которые минус 2, минус 4, или плюс, особенно плюс 2, плюс 4, и так далее, это очень-очень крутой инструмент, вот это движение, которое обходит базовая стратегия персонажей, то есть, что все делают в маленьком минусе, это 2, это оттяги, это там, ну, не знаю, какие-нибудь автегии, что-то такое, и вот, в общем, там 99% всего этого обходит с всякими сложными движениями. Так вот, в помиксап, помиксап, что у нас, так и будет больше вопросов в чате, вот у меня задали два вопроса, и все. не будет, я так понимаю, да? Ну, тогда мы продолжим беседу. Вот, то есть, есть еще интересное свойство вот этого удара. Например, дайте подумать, как бы его изобразить. есть не очень удачная арена для этого. У всех персонажей такие штуки есть. Я просто сейчас пытаюсь, я просто знаю ситуации, в которых это работает, ну, вот, левый сайт-степ потеря, есть есть некоторые 80 демоджей, некоторые специфические вещи, у стен. сейчас не попало. То есть, против каких-то ББ очень многих персонажей можно посмотреть, в какие стороны, какие станы дают некоторые атаки. И это, соответственно, дает разные комбы. Вот, есть, конечно, там специфика, например, вот то, что там говорит вчера, что называется, нашел. Посмотрим, с какой дистанции можно по тринг-ауте. Ой. Без такой. Интересно. Вот, то есть, ну, это вот специфическим каким-то комбантом по персонажам, по ничего, будут вопросы еще, нет? Ну, тогда там ринг-аутит в сторону, но да не отчего, просто она посылает полет в бок в левый. Вот, пожалуйста, сейчас. С этой стрель-хрибой попроще это сделать. багдэш, чем отменяет? Ну, багдэш отменяет сайдстепом, квикстепом еще лучше, потому что квикстеп побольше, пораньше немножко начинаются эважн фреймы, и вы там можете обходить 100-500 всяких атак. то есть там у обычного багдэша больше дистанция, то есть вы его отменяете, вот 2288, да, пишет Лев, отменяете его с помощью 2288 в любую сторону, вот, но надо понимать, что у обычного багдэша дистанция больше, вот видите, где она оказывается. я думаю, никто не запалит, у нас, похоже, нету никаких американцев в чате. Я могу посмотреть, наверное, список тех, кто есть. Да, у нас все русские походят. И ну, не знаю, давай дайте мне какой-нибудь давайте какие-нибудь вопросы, потому что я могу говорить вообще о чем угодно, и о чем сколько угодно, поэтому я сейчас начну по какой-нибудь общей теме говорить, и потом меня не вытащите. Вот, ладно. по каким персонажам пройтись у нас там просто назрела тема про цвая, да, давайте мы поговорим про цвая немножко, какие у него есть слабости. да, отменять багдэш ударами спрашивают у меня лев, чем можно отменять, нет, можно самодвижением, но ударами там как правило не особо полезно это отмена. Вот, ну вот начнем с удара 4 ударов обычно там нужно применять удары до 4 с вот же асгар для естественно ничего не сделает здесь но например классический скрипт вы успеваете раньше поэтому в принципе это джастгард не самая плохая техника защиты от атак цвая во-первых потому что не все люди хит-детект как правильно не все люди правильно хит-детект а во-вторых ну вот с этой методикой связана определенная сложность как вы видите тут немножко другой тайминг и вы ничего уже не сделаете вот давайте начнем запишем обычного зверя и попробуем наказывать хорошо мы увидели что дошли экстерп влево и допустим 4 зверя к б наказывал ну а теперь мы возьмем и немножко поделаем зверя и а а если я делаю степ как прошлый раз меня ловит поскольку он может это конечно хит-детект то получается вот что у меня у меня попытка слишком быстро атаковать а как я поскольку сайт степ сам то я немножко подстраиваю свой тайминг под эти его движения и тут в общем наведение этого волка оно зависит всецело либо я не наказываю вот этот вот вот этот вот чухламут сваевскую одиночную либо я буду отжирать волка с дилеем то есть здесь на самом деле вся фишка в том что наказать вот саму эту по себе хрень сайт степа задача там не самая тривиальная надо довольно быстро что-то делать или вы его не накажете вот ну а если вы делаете это что-то быстро то у этого волка с небольшой задержкой у него есть свойство такое выцеплять из атак как сейчас вот как сейчас то есть если вы если вы степите и атакуете то есть там ну смотрите вот сейчас попробую показать может быть более наглядно вот я применю сейчас как бы мне так чем же у самого цвайя еще очень странный хитбокс и он иногда действительно у него там есть особенности по нему комбы которые не комбы по нему например там у митсуруги есть трэпы специфические которые трэпы по всем остальным персонажам поэтому может быть у него еще там есть свои особенности хитбокс которые позволяют ему чуть лучше обходить этого волка чем все остальные персонажи я многих проверял очень и у всех там и всякий удар пробовал сложные они короче говоря смысл здесь в том что либо вы идете в сторону все время да тут же еще ну как сказать вот он начал держать своего этого волчара да и вот вы начали стейпить да вот он уже может тут начинать чем-то лезть вот пожалуйста поцепляю то есть здесь как бы такая угадайка начинается при которой ну как сказать чем можно тут залезать то есть какими-то быстрыми ударами с какими-то с какими-то ну свойствами не знаю уменьшайшими хитбокс но это как правило все удары которые не ну либо делают очень мало дамага то есть и скорее всего там ваша награда с правильно угаданной вот это 4а она составит пусть там да там чистый рандом на самом деле то есть вот как как свайп поделает этого волка насколько то есть настолько он и будет стрейч значит и там есть базовый два тайминга они джаст фрейм я просто тоже давно не играл может поэтому не получается нормально закомбить значит тут свай есть ну вот про 4а вроде все понятно да то есть там ситуация непростая то есть вы либо степите или наказываете быстрыми ударами либо просто все время бежите чтобы не миксуете либо вы делаете там джаст гард и дальше смотрите то есть если в первый момент джаст гард получился вы можете атаковать начать вот если он не получился то вы можете соответственно либо блочить дальше ну либо вот как-то там пытаться уже угадывал но это что касается 4а то есть соответственно там конечно есть совершенно ненормальный комбо с нее вот такие ладно не буду извращаться там можно много сделать на самом деле с вот оцените да с 95 вторые полосы конечно но соответственно конечно что еще есть еще вот такая тема странно что наверно должно входить в контр хит ну ладно нет лезть мне кажется вот лев предлагает лезть если свои дела и делает я не считаю что это крутая идея потому что цена риск просто глупая то есть лучше как попытаться из этого прессика выскочить там малой кровью вот ну ладно давайте продолжим про фреймтреп но очень неплохое неплохое решение вот к этому то есть если уж вы нет и не отожрали то ну ничего не предприняли здесь просто мафтогиг понесунуть но если у фреймтрепа обычная ну тут спрашивали про вейкапе своя но самый классический вейкап это вот 1б соответственно что не нужно делать не нужно катиться в коем случае если вы покатились хотя бы в одну сторону у вас перезапустило и очень много радости детишку принесла просто блочить ничего сделать нельзя заблочили ну можете попробовать поджаза гард ну тогда надо двойной джазгордел так как-нибудь но как бы все лирика не будем на нее слишком заставить внимание 1 wake up 2 wake up на котором чаще всего не сталкивались вот такой если делают самый быстрый волк просто назад и темить и дальше ну доказать нельзя нас я помню но там можно начать уходить ну для у своей есть такой вот возможность немножко ситуацию изменить это делай волка потом вам надо здесь если вы хотите сбежать каких-то там ну так ради чтобы не блокировать второго волчару вам надо у кем-то назад степить влево или в общем да в общем стухи и после вот для на этих сетап главный стоп вот это вот но есть там фокус который может предпринять то что я делаю это вот просто дэш вперед там ничего не сделать вынужден блочить оба удара и там ситуации немного лучше пожалуйста я даже лучше попробовать степить то есть но в любом случае здесь я оказываюсь ближе и соответственно я могу уже применить какие-то такие техники я опоздал сейчас опять я опоздал а ну там в общем смысл то еще а все я извиняюсь я промажу смысл в том что вот вот это вот своя вот это вот своя вот этого рейна без задержки степь нельзя испытайте степить его у вас запустит банально да сейчас я по очереди на все отвечу вот просто спрашивали про вайкапы я проводка про сказано если все всем все понятно свои тапы есть еще базовая ситуация на вайкапе с волком здесь ну решение здесь от этих вайкапов у него единого нет но очень неплохое решение это у кеми вперед и какой то удар который вас двигает вперед то есть допустим у случится а это а плюс б наверно я считаю миров не разбирал сейчас но не успевал что не такое то есть может сейчас проверить он ну хотя бы там не спят то есть но у некоторых он персонажей есть просто удар который двигался достаточно далеко вперед там их не цепляет этот перепрыг так следующий вопрос у нас сейчас я посмотрю лагает 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 вейки за цвая что-нибудь против астарота за какого пассана за вольду наверное поскольку вольду я просто им как бы я конечно и немножко знаю там ну давайте посмотрим почему не просто я боюсь что он там не всем будет интересно смотреть я пытаюсь придумать что за вольду можно и сделать а может наоборот интересно сейчас есть пока у нас тут запускаются арена я посмотрю что так астарот и тренинг нилый тричит разберите зига миксап 4b миксап что-то ведь еще спрашивали сейчас я просто посмотрю да нет вроде ничего ну давайте со старотом тогда разбираться ну вообще первое что нужно любому человеку сделать против астарота я даже как бы не буду ничего другого сейчас ну начну с самого главного то есть это булрэш он безопасен на блоке и там нет никаких миксапов соответственно тоже на блоке ну гарантированных но нам обязательно нужно посмотреть что вы можете сделать теоретически против после того как вы заблочили булрэш то есть вам нужно обязательно поскольку там плюс достаточно серьезный нужно обязательно посмотреть что сделать против что не может астарота отстоять 1к может но не на не на тоже возможно еще раз проверим да ммм что там еще вольду есть вот такую да блок тоже степис то есть что еще есть у вольду там хорошего какой нибудь гм прям прибытили если он пытается он скорее всего может там делает их вас разной степени задержки и бобест в общем апплиц принципе оставлю это на усмотрение игроков сейчас перебрал весьма в лист ваша задача как бы разобрать тивишь что делать если астаро отковского ража начинает степить что делать если астаро откастый булрэша делал Потому что вообще ревенш это такая серьезная проблема, которая даже я не знала, с которой как справляться, поскольку там... Поскольку там очень много дамага, вот он делает, если там можно садить посейдон тайт. То есть я просто не знаю, как это записать здесь, но поверьте мне, там 110 с лишним дэмэджа. Поэтому, в общем, здесь почему? Потому что... Вот это очень много боли. Вот, смотрите, даже он видит, по Вольду, Вольду счастливчик. То есть это на полстолба. Это тоже на полстолба. Б.Б. Вольду еще не работает против этого волшебного. Вот, поэтому здесь прежде всего посмотрите, есть ли какой-то такой удар, который Астарот должен блокировать. И лучше всего, если это будет какой-нибудь мидец, который вы можете на блоке миксовать с чем-то таким хотя бы. Потом с этого можно получить какой-то миксад. То есть, допустим... Ну что там? Например, вот так. Или там, опять же. Или как там будет. Что-нибудь такое там. Я не помню, честно говоря, это камба, вот такая уж. Вот, ну... Да тут не важно, тут Арис настойчив требует посмотреть А плюс Б. Я думаю, что это совершенно не принципиальный момент, потому что... Наверное, он скорее всего не достанет, а вторых это... И самая лучшая опция, и нельзя ничего помиксить. Ну, в общем, либо вы находите удар, который останавливает все действия Астарот после Булл Раша, и потом используете этот страх его Астарот для того, чтобы подбежать и его бросить, например, или попиксовать. Или вы находите сразу какой-то миксап, там, один мид и один лоу, которые будут его покрывать в совокупности его степов, там, и каких-то защитных действий. То есть, главное, конечно, главное не отожрать Астаротом, главное не отожрать вот это, и главное не отожрать второй удар ревенжа. Ни в коем случае, потому что это очень-очень много дэмэджа. Вот, дальше какие удары? Ну, нужно очень осторожно относиться вот к этому, потому что... Вы не можете здесь избежать, если степите... Вот этот вот... Вот, по-моему... Топор... Там небольшой минус на блоке, то есть, опять же, там... Видите, трейдится там... Даже минус медленными ударами, трейдится был раш. Соответственно, естественно, там, более быстрый удар, такие коленочки, которые бьют. Поэтому, нужно быть осторожным с этим ударом, и вообще... Тут лучше всего перебивать чем-то быстрым после него, не степить, ну, не пытаться, короче, потому что... В принципе, астарот опасен со степа, и опасен этим ревенжем. То есть, вот, то, что нужно всегда играть вокруг этих двух ударов. А... Все остальное можно делать достаточно, ну, как бы, смело. То есть, вы можете лезть, если, ну, как бы, если у вас есть какие-то удары, которые... Ну... Там, редко получается так, что все можно покрыть, да, но... Как бы, вот, чем неприятна эта ситуация, конкретно, с Клюкой, что здесь она еще, как бы, ну, не дается степить. И... И это вас все автоматически ставит в такую положительную, что если вы вынуждены лезть, грубо говоря, да, потому что... Ну, там, кто-то может так бэкдэшить, но бэкдэшить всегда риск, потому что бул раш попадет, то... А, не риск, я его наврал. Вот, тогда можно бэкдэш делать, и, в общем-то... С бэкдэшем уже, ну, как бы, из этой ситуации неприятно весьма выбираться. То есть, либо бэкдэшить, либо лезть. Вот, это только что касается Клюки. Ну, про броски астарота можно сказать, там, все это знают, там, а бросок. И он, бывает, бээверсия, он ринг-аутит назад, тупо, и... Конечно, желательно украин-ринга его рвать. Пока я тут и не смог ничего сделать. Сейчас. Есть еще Б-бросок, который позволяет, ну, ринг-аутить там какого-годно практически. Б-броски. Б-бросок, только не назад. То есть, это тоже ринг-аут. Ну, нижний бросок астарота, ринг-аутит вперед. Это А-бросок. Б-шка ринг-аутит назад, вот это Б-бросок. Соответственно, если вы сели у края, рвите Б, если... Ну, как бы... Если вы не сели у края, если вы сели в таком положении, оказались, тупо, и решили, что сейчас-то я... Присядут под броском, а не тут-то было. Получилось немножко. В общем, он ринг-аутит назад, это следует знать. Ну, есть еще всякие дурацкие удары, я не знаю, на сколько их надо. Конечно, желательно вот этот же асгардить. И желательно, конечно, асгардить вот это. Если вы про, то... Ну, а ближе асгардить, что вот это. Вот, ну, как бы... Это все... Вещь, которую позадрачить имеет смысл, но как бы... И, конечно, если противник... Ну, вот буллраж, буллраж, ты... Дрянь не степится совершенно, потому что там плюс 10, что ли, на хите. Вот, Вольда может вправо. Некоторые чары могут степнуть там. Непростым степом, но могут. Вот, но большинство не может. Поэтому здесь тоже, конечно, надо попробовать, по крайней мере, потренировать буквы. Ну, по таймингу чисто. Особо он больше ничего сделать здесь не может страшного. Только подилейть буллраж, там, еще что-то. Вот. И есть такая стратегия, я бы ее сказал. Ну, очень многие игроки, когда играют со старотом, дико страшно. Потому что они так не хотят оказываться снова в положении, в котором их начинают миксовать, что они все время лезть начинают. Это самое плохое, что если вы начинаете лезть, то получаете ногдаун, где довольно неприятный вейкап. К слову, о неприятных вейкапах. Вот. Если вы не встаете здесь сразу же, да, это как бы, ну, против сильных игроков не будут делать, но против слабых игроков, которые не умеют бороться с вот этим вот вращаловым, могут применять вполне. Просто будьте осторожны, если вы пытаетесь здесь не вставать, а начнете катиться в сторону, то вот это все пройдет. Что весьма-весьма неприятно. Так вот. Почему не нужно со старотом лезть? Потому что, во-первых, вы этим самым повышаете риск ему на его буллраше. Во-вторых, потому что, ну, банально, да, возьмем. Риск награду. Вот с чем можно, что гнется у Вольда, я не знаю. Это не гнется. Это не гнется. То есть там, ну, как, какой-нибудь тут даже два не получилось стоит. Ну, возьмем ситуацию, допустим, не с этим чудовищным. Так, а что, стрим пропал? Подождите. Окей, возьмем ситуацию не с буллрашем, а с чем-нибудь там по-тривиально, да? Ну, вот, допустим, колено-брасочек. Ну, колено, может быть, тоже там не самый крутой пример, поскольку оно... Там слишком маленький плюс, чтобы такое взять. А вот дайте, вот эту возьму. Здесь тоже хрен. Там что сделаешь? Ну вот, мы полезем сейчас в ВСБ. Вот оно, видите, прекрасно гнется, там, 17 дамага, да? Или там, чем еще люди лезут, я не знаю. Но, в общем, смысл в том, что вот мы рискуем отожрать дамаг, если мы начинаем лезть. Рискуем получить неприятный нокдаун, если мы начинаем лезть. И это все весьма-весьма неоправданно. С другой стороны, вот у нас есть... Если мы садимся, да, то есть, ну, я, может быть, слишком долго уже рассказываю, в своем задумался. В общем, смысл в чем? Вы не хотите лезть всякими 2А, или там у кого-то 2-3-6А какие-нибудь гнутся под хаями. Но это неоправданно, потому что вы на самом деле, все, что вам нужно, это просто присесть, научиться садиться под бросками и наказывать броски. То есть, до тех пор, пока вы не начнете броски наказывать, вы не будете выигрывать Астарод, в принципе. То есть, вам нужно сесть и наказать бросок просто. Например, так. И как только у вас, ну, вы начнете наказывать броски, вы увидите, что Астарод у вас начнут бросать уже намного меньше, а дамаг, который они будут получать с булрашей, станет все-таки тоже поменьше. Даже если вы сидите, это одно, а если вы пытались полезть... И главное здесь даже не то, что вот пытались полезть, не угадали, да, все, а дело в разнице по дэмэджу. То есть, вы влезли в бросок, и вы получили сколько там... Я не знаю даже, там, 14 дамага, 18 дамага, но это смешно. И, конечно, Астарод становится выгодно. Он бросил, не угадал, там, 90 снял, не угадал, ну, 18 потерял, да. А когда для него вопрос, что наказание за бросок, ну, даже пусть не столько же, сколько сам бросок делает, да, но сопоставим, а ведь даже если половину дэмэджа броска вы наносите наказанием, то это уже, в общем-то, ну, я говорю, вот про... Ну, я пользуюсь в своих расчетах, пользуюсь такой методикой. Я просто складываю дамаг от бросков и делю это число на 4, то есть, чтобы получить средний дамаг с броска. И на 2 еще, ну, почему не на 2, а на 4, потому что мне еще нужно в вероятности того, что бросок разорвут, посчитать. Ну, это, там, я считаю, что это 50 на 50. А кто-то считает, что бросок, там, это на самом деле 50% нанести, вот, там, 90 дамага, а не 45, например, дамага, как я считаю. Ну, у всех свои, как бы, методы. Вот, поэтому, конечно, когда у Астарота, вот, когда у него риск между, допустим, между булраж-булраж, риск нанести, сколько там... Ну, вот, здесь он теряет 50 и наносит 28, да? И здесь он, допустим, будем считать, что 45, вот он наносит 45, а теряет 90, да? Ну, это, конечно, нужна ультра, там, все дела, я понимаю. Ну, как бы, это хотя бы общие, да, данные по Астарот. Вот, то есть, ну, не забывайте, что с Астаротом нужно обязательно научиться наказывать броски, нужно обязательно, там, джазгардить пару ударов, которые... Ну, не обязательно джазгардить, кстати, вот эту хрень, по-моему, степится влево. Да. То есть, пожалуйста, вам легче степить, степьте и наказывайте. То есть, знать, что делать против Булл Раш на блоке, знать, как, чем наказывать броски, и обязательно не попадаться, стараться и не попадаться на вот эти Брейведж удары 2-2Б и 6-6К. То есть, ну, 2-2Б это запусково. То есть, обязательно с ним. Ну, можно, там, оп, версия лайт, это вот, джиги, я уже немножко от вытых делаю. Вот. И, блин, как уж надоели эти циферки внизу. Так, ну вот, я вам достаточно про Астарот рассказывал. У нас был вопрос про Зига. Ну, я не знаю, что это значит, разберитесь Зига, поэтому я не буду ничего разбирать, пока мне конкретно не спросят. Тем более, Сол даже не стал нас смотреть. 4БМиксАп можно ли наказать? Что такое 4БМиксАп и чей он? А почему у нас такая низкая активность в чате? Почему пишут 3 человека? Если так будет продолжаться, подкасты могут не выжить. Я хочу, чтобы была активность, чтобы люди спрашивали что-то по игре. Ну, мы посмотрим первый подкаст, может быть, в таком режиме, там будет видно. Так, ну вот, мы уже час стримим, кажется. 4БЦАЯ. Что значит, можно ли его наказать? Я не очень понимаю. Я так понимаю, тебя интересуют Митсуруги, да? Давай посмотрим. Сейчас прям. Да, ДАПСТЕПЧИК. Еще ВИХАДАПСТЕП. 11. Пишет в чат. Мы тебя отлично слышим. Точнее, видим то, что ты пишешь. Ну, может быть, какие-то проблемы с чатом, но мы тебя видим, по крайней мере, я тебя вижу, точно переживаемый отсчет. Ну, вот у нас свайк. Ну, смотри, вот, можно подразгардить. 3Б халявное. Ну, там, поскольку он еще умеет задержку делать, то есть он не будет делать ее слишком долго, и, по идее, это все должно покрываться одним таймингом. Я пытаюсь сейчас другой тайминг делать, не тот, который требуется для Джазгарда, поэтому у меня там он пару раз запоролся. Хочу посмотреть, насколько там реальный мультиковередж в этой опции. А, ну... Сет спрашивает, как прокачать чайку-то. Это всерьез, если это? Давай обсудим, если это шутка, то... Так, ну, я вижу, вот, Дабстеп Чик говорит, что после А плюс Б можно встать тех роллом. Да, это правда. Я чуть раньше рассказывал, да, об этом. О том, что можно встать тех роллом и сбежать А6-6А плюс Б. Это тоже правда. Там есть две версии. То есть можно встать и сбежать этого. Можно, если он делает его немного, чтобы засчитать свои А6-6А, Можно встать и степнуть. Качать чуть-чуть. Ну, сейчас я попробую понять, в чем вопрос Дабстеп Чик заключается. И если... Когда отвечу, его... А влево и вправо можно встать тех роллом, или даже... Все ровно. Ну, у меня как-то, видишь, не выходит. То есть там... Вот, влево и вправо, то это может зависеть от дистанции, может быть, какой-то там супер-близкой. Да нет, на самом деле, ну, не получается. Влево и вправо, надо дотачиться назад. Назад и дальше степить влево, ну, вправо, то можно. С большой дистанцией, ну, не знаю, но все равно, вот я, пожалуйста, делаю кеми. Если вы ролитесь на земле, соответственно, то... А, есть левый ролл, да, но... Левый ролл, некоторые персонажи могут левым роллом обойти вот этот миксап. Но здесь есть, опять же, нюанс. Вот я дилею, точно такой же дилей делаю, как я делаю против людей, ну, когда хочу засетапить на них вот это вот. Ну, то есть как... Я делаю мгновенный опускание айма, вот этот вот, 6А плюс Б мгновенный, для того, чтобы... Люди не степили. То есть я вообще изначально всегда стараюсь делать А плюс Б и чуть-чуть более долгий дилей эйма, чтобы... Если противник стоит, то тут уже у меня, ну, появляется какая-то свобода действия. Я могу подбежать и, например, пнуть его какой-то атака. Или, например, здесь становится уже наперебиваемая вот эта шноба. Ну, там, дэш, короче, я просто забыл. Всё, я не играл просто в последнего турнира. Тут своё. Там, в общем, какой-то адвент что-то даёт. А может, это в патче, это же в патче пофиксили. Ну, это всё равно на всех работает. Мне кто-то своё не знает. Вот. И там, в любом случае, как бы, если вы делаете немного, да, эту штуку, и противник начинает ролиться, там этот волчар, он начинает наводиться. То есть он... Вот я начинаю ролиться. И встаю. И вот, пожалуйста. Так, то есть, ну, там... Опять же, есть как бы разные степени дилея. Там своя вещь, ну, в just frame-таймингах вот этого отпускания собаки, да. И, к сожалению, я говорю, тут такие строгие вот эти все отпускания, что тут ты чуть-чуть на пару фреймов опоздаешь, и оно уже там по-другому работает. Но, в общем, смысл даже в любом случае, даже если вам там ленят всё, да, то вы можете всегда, ну, засчитать что-нибудь поинтереснее. Вот. И, да, что в Unblockable, так, там, погодите, была другая, другой вопрос, или нет, а по чуйку. А, один прыжок. Ну, пожалуйста, с прыжком. Там не нужен прыжок, на самом деле. Там всё довольно-тривиально. Вы просто встаёте и блочите оба удара. Там какая-то привычка нужна, но она не столь сложная. Там нет Unblockable. Реально это не Unblockable. Поэтому вы можете просто блочить. Ну, и другой вариант, если вы, как бы, чувствуете себя смелым, то вы можете потечиться просто вперёд, перебить. Но тут с этим стеком вперёд просто есть один нюанс, что если я чуть-чуть дилею Эйна, то он становится техтрэпом. Ну, там есть тайминг, опять же, там. Нетривиальный слегка. Он тайминг такой, как... Надо отпускать в момент, когда меч попадает по... А, вот он, да. То есть, там есть два тайминга у этого Эйна. Ну, для тех, кто играет с вами, может быть, будет интересно. Есть тайминг чуть-чуть... Чуть-чуть задилейный. Это гарантирует, там, у стен ножки и ультра. Ну, то есть, вот, например, есть... Комба, сейчас я вам могу показать. Это всё комбит. Там на полжизни. Ну, то же самое, это позволяет комбить. Я сейчас попробую исполнить. Немножко всё запуталась с твоим. Так, айткану. Есть комбо у края, но сейчас не попадёт. Тут, это хитбоксы дурацкие. Вот. Ну, в общем, да, там это ультра камбит спас некоторых нокдаун. То есть, вот, если вы делаете чуть-чуть, вот так вот, там у стен можно закомбить в ультру. Но у стен нельзя. Вот. А если вы делаете чуть дальше, чуть больше его, то есть, там вот момент, когда удар мечом попал по тушке, после этого отпускаете собаку. То это с техтрэпа все стороны. И релаунч, как вы сейчас увидели там. Поэтому, если вы, как бы, ну, хотите течиться, я, как бы, рекомендую, в общем-то, в нокдаунах, вот в таких, как там, вот этот, использовать именно вот эту техтрэп версию. Почему? Потому что, ну, вы, тем самым, как раз и позволяет, это как раз и позволяет вам засетапить все эти анблокаблы. И, там, два анблокаблы, да. То есть, мы говорили чуть раньше про один, и вот второй анблокаблы. То есть, пожалуйста, сейчас здесь держать блок. И, ну, здесь в нем, как бы, фишка, чтобы его сделать, вы просто вводите 214, а у вас Б в это время же зажато, а плюс Б, и то есть, вы просто нажимаете, поздно это Б. Вы держите его, делаете 214, удерживая Б. А потом, когда он уже вошел, в конец анимации отпускаете, нажимаете. Вот, ладно, это все отсылаю. Я думаю, что, по крайней мере, сегодня мы больше не будем о нем говорить. И про чуйку спрашиваю у меня. Ну, что такое чуйка, на самом деле? Это... У людей складываются привычки. И почему так не любят все астаротов? Почему люди там, ну, там, с испокон веков? Чар очень с очень простым, с очень простым миксапом. И поскольку им особо делать-то нечего этим чарам, да, то у него все состоит из двух ударов. Поэтому людям, которые играют с астаротом, не приходится особо задумываться, а как бы мне вот так сделать, чтобы сейчас противник вот побоялся и не полез. То есть у него вообще всегда сводится к тому, сделать там булраш сейчас или сделать булраш попозже. Поскольку булраш, он достаточно трэч, там далеко достает, от него не уйти уворотом, например. То для людей, ну, как бы, очень сильно сужается количество действий, которые они могут сделать в игре. И он, ну, получается, что это булраш бросок, булраш бросок. И там, ну, сдобренный какой-то то ли нездоровый мэш, который работает на тех людей, которые играют с ними регулярно. И чуйка это в большей степени вот умение, даже не умение, как бы, когда вы знаете, что вам нужно сделать, например, не ББ, а вам нужно сделать ББ против одной опции, АА против другой, там, 2КБ против третьей. Это три уже опции, а ситуации бывают разные. А в другой ситуации надо делать не ББ, потому что, там, персонаж противника может сделать что-то, там, еще. И просто чуйка, она, это, ну, по сути, люди, которые не запариваются, да, они берут, у них есть удары, которые, например, нравятся, или которые работают. Они дерутся этими ударами и ищут возможность этот удар запихнуть там, где им нравится. То есть, ну, где не то, что, допустим, вот нравится Кипу Коршун, да, помните, Кип летал все время этим жутким полетом Сервантеса, который совершенно не юзабельный на хай-левеле, но кончилось это дело чем в четвертой части? То есть, что он все равно его юзал, и все равно нашел места, где он его юзает, и все равно применял его время от времени. И применял его, в общем-то, удачно, потому что он, ну, смотрит противник здесь сейчас, как полезет, там, чем-то, что можно обойти этим Коршуном. Но он этот Коршун делает, и поскольку у него нету такой необходимости что-то менять, у него уже есть сложившаяся привычка делать Коршун. Он просто выбирает ситуации, ну, может быть, применяет его с задержкой, или в другом месте, или в там... То, что сам по себе Коршун опция плохая, его, как бы, не парит. Почему, опять же, адепты Чуйки обязательно, как бы, в долгой игре проиграют, обычно проиграют теоретики. Ну, даже необычно, а точно, просто зависит от того, сколько там проживет турнирная сцена, почему они проиграют. Потому что, ну, теоретик, он смотрит, что Коршун — это говно, по большей части, и рано или поздно перестанет работать. И он говорит себе, ну, а зачем я буду им драться? Это же говно. И очень он гонил, теоретик, еще не гордятся вообще, когда они ходят на форум. Это говно, этот удар не работает, отжирают его 30 раз, там, бедно будут вскрывать себе ванную. Вот, то есть, им приходится очень о многом думать в игре. И Чуйка, по большей части, это вот ты собираешь, да, собираешь какой-то набор ударов, которые тебе приятны. И их ищешь уже, как применить. Опять, тебе не нужно думать. То есть, подбежал — бросил, подбежал — боднул, там, подбежал — ББ сделал. И просто в долгой перспективе все это... Это же, как бы, еще надо понимать, что, во-первых, в долгой перспективе это все может быть невыгодно. И, скорее всего, там, половина этого невыгодна. А вы к этому привыкнете очень-очень сильно. Вот. Во-вторых, это же свойство ментальности инертное такое, да, что человек не хочет меняться, что ему нравится этот набор ударов, а значит, что он не только не будет их менять, что он не будет разбираться в матчах. Он не будет проверять, панишатся удары или нет. Ну, зачем, если он подбежал и пободал, там, например, подбежал и бросил. Вместо того, чтобы панишать, будет подбегать и бросать. И вот в этом, в общем-то, и заключается чуйка. Потому что теоретик, первые полгода-год, он будет, заблочив ансейф, впадать в какой-то ступор коматозный. Думать, блин, я опять не наказал, я ступил, что за говно, да? А чуйка как будет действовать? Он понятия не имеет, что это ансейф. Он увидел что-то, заблочил, подбегу, брошу. И это, конечно, дает ему огромное преимущество, по крайней мере, вот первое это время, поскольку у него нету... У него все время игра куда-то движется. У него очень мало моментов этого ступора, он все время, в общем-то, чувствует... И, опять же, он подбежал, бросил. Он увидел, что противник полез и его перебил. Пусть противник полез минус 20, там, ансейф. У тебя этот чуйка не знает о том, что танцует. Он думает, так-так-так, он тут лезет. Сейчас я туда засажу какой-нибудь мега удар. То есть, ну, такой вот, на чисто адаптации играет. И когда ты играешь просто в игру, рассматриваешь никак, ну, не по фреймдайте, там, не по каким-то сетапам, опциям, у тебя все, в принципе, сводится, ну, к каким-то простым вопросам. Полезет противник или нет. То есть, тебе нужно решать задачи порядка такого очень общего. И когда это все на таком только макро... На уровне макростратегии решается, то... И, по сути, игра, по сути, решается на уровне макростратегии. То есть, вы глобально взяли инициативу противника, вы сумели у противника перехватить инициативу. И вы, скорее всего, выиграете. Так, ну ладно, мы уже достаточно долго тут разговариваем. И я думаю, что может на этом и закругляться.